Найти ответы на вопросы, сочинить текст, исполнить песню и смоделировать любую ситуацию. Сегодня нейросеть – одно из самых динамично развивающихся направлений. Сейчас технологии искусственного интеллекта развиваются очень быстро. Можно сказать, что буквально каждые полгода происходит какой-то новый скачок, новые изменения. Сегодня технологии искусственного интеллекта активно применяют во многих областях науки. Например, материаловедение и биомедицине. Нейросети осваивают и работники гуманитарных специальностей. Наверное, искусственный интеллект наиболее важен в таком области знаний, как экономика. Потому что строить сложные экономические модели можно, опираясь на большие объемы уже накопленных данных. Применение в журналистике, в филологии и в том числе, допустим, в реверспруденции, возможно пока на событийном уровне для автоматизации каких-то процессов, для аннотирования текстов, для подготовки первичных каких-то документов. Элементы интеллектуальных систем уже сегодня используют в сфере организации и проведения торгов на закупку товаров, работ, услуг в госсекторе. Вся документация проходит через электронную платформу, но анализируют документы люди. Увидел один спор, который рассматривался уже федеральной темнопольной службой, когда площадка, то есть это та же самая фактически интеллектуальная система, где участники подают свои ценовые предложения, допустила сбой. То есть не был заложен тот алгоритм, который изначально предполагал бы отсутствие злоупотребления со стороны участника. И машина, она не смогла его заметить. Применение искусственного интеллекта в юриспруденции может помочь решить рутинные задачи, составить шаблонные документы и ускорить поиски нужной информации. Так случается, что большинство задач, которые мы решаем, они все равно где-то кем-то когда-то решались. И в этом смысле искусственный интеллект может помочь найти эту информацию, помочь найти судебные решения, аналогичное дело, чтобы что-то из него почерпнуть и использовать во благо. Участникам обучающего семинара рассказали о способах использования цифровых технологий и нейросетей в работе. После теоретической части собравшиеся могли опробовать теорию на практике. Галина Топилина, Николай Епифанов, События. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...